Здравствуйте! Именно в это время общая становится частным, а невидимые вроде бы с первого взгляда детали становятся зримыми. В студии Иван Стрижов мы начинаем. Был центральным, стал закрытым. В Тюмени приостановлена деятельность одного из крупнейших торговых домов. О ПК, жилье, дороге, о том, как развиваются регионы, что еще предстоит сделать, рассказали областные депутаты. Они уже атакуют, когда в Тюмени начнется обработка территории от кровососов. Тобольск приглашает. Первый в России музей, целиком посвященный семье императора Николая II, уже открыт. Одна из самых обсуждаемых тем конца недели. В Тюмени закрыт торговый дом центральный. Мы уже рассказывали о том, что на этом объекте было выявлено после проверок более ста нарушений норм пожарной безопасности. Как водится, в подобных случаях накал страстей просто зашкаливал. В этом убедилась Анна Княжева. Кто еще считает, что мы не будем? Скажите, пожалуйста. Вы считаете, будем на вас накал составлять от места? Пожалуйста, не кричите. Не кричите на минуту. Беседа судебных приставов и собственников помещений торгового дома центральный проходила на повышенных тонах. В полдень приставы пришли исполнить решение суда, которое было принято накануне, 26 апреля. Судебные приставы УФССР России в Тюменской области проводят приостановление деятельности торгового дома центральный. Данное решение было принято судом в связи с иском прокуратуры центрального административного округа города Тюмень. Это значит, что владельцы помещений и сотрудники магазинов должны покинуть торговый дом. Приставы опечатают все выходы. Заниматься торговлей здесь будет нельзя до устранения всех нарушений. У меня торговая точка на втором этаже. То есть вы ее прямо выкупили? Да, я ее купила. И когда я ее покупала, эта сделка была законная, прошла через регистрационную палату. И мне же никто не сказал, вы знаете, там какие-то есть недочеты, вы не берите это. А я продала квартиру, чтобы купить эту точку. Да. А сейчас в результате, получается, осталось без денег, без работы. По данным прокуратуры, в центральном 253 собственника помещений и еще более сотни тех, кто снимает здесь павильоны. Всем теперь придется искать новое место для торговли. Во-первых, здесь сколько у нас рабочих. У меня работают семь человек официально. Семь семьи, которые серьезные. Есть троих ипотека. В сегодняшний день им найти работу очень трудно. Кто-то сразу начал вывозить вещи, кто-то отказывался покидать помещение, боясь оставить товар без присмотра. Ну ничего страшного. Подождите, сейчас подойдет судебный пристав. У него же есть ключ и остальное. Закроют вместе с ним своим ключом, а он только фунгу поставит и все. Ничего страшного. В конце концов, выводить никого не пришлось. Продавцы закрыли павильоны и вышли на улицу. Они смогут забрать свой товар позже. Торговый дом будет находиться под охраной, заверили приставы. Рассматривать иск прокуратуры по существу суд начнет 14 мая. Реконструкция дорог, ввод жилья и покупательская способность населения. О том, как развивается регион, говорили наши парламентарии. Успехи есть, но существуют и проблемы. В частности, это стоимость молока и повышение его качества. До 80% продукта от личных подсобных хозяйств не соответствует всем параметрам нового ГОСТа. Теперь все это можно отнести только ко второму сорту, а в нем переработчики не заинтересованы. Но ситуацию можно изменить. Депутаты областной думы приняли закон о поддержке молочной отрасли региона. Любовь Болдырева продолжит. Переходный период будет год-полтора. За это время фермерам надо вернуть первосортное качество молока. При этом цены на сырье будут постоянно мониторить, чтобы стоимость первого и второго сорта в процентном соотношении была такой, как прописано в новом законе. А переработчикам из областного бюджета будут возвращать разницу между себестоимостью и рыночной ценой. Тонкостей много, поэтому законодательные инициативы еще будут. Сейчас мы просто как реанимация с вами сработаем, чтобы молочную отрасль поддержать. А ближе уже к Новому году это будут такие более подготовленные решения. Но задача во всяком случае поставлена отработать дорожную карту с кооперативами. И мы тоже хотим, чтобы это было в этом же законе по поддержке молочной отрасли. Успехи региона в сельском хозяйстве впечатляют. Впервые за много лет по итогам 2017-го индекс производства в сфере АПК превысил средний российский уровень. По другим направлениям тоже лидирующие позиции. Будь то инвестиционная привлекательность региона, будь то жилищное строительство, коммунальное хозяйство, экология, внедрение информационных технологий, медицина, образование, здравоохранение. Практически по каждому из направлений он говорил, что мы занимаем лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации. И это действительно так есть на самом деле. По строительству и по обеспечению газом, и по обеспечению чистой питьевой водой этот опыт был уникальный. И впервые реализован только в Тюменской области. И уже сейчас многие министерства, многие соседние регионы просто с удовольствием приезжают и копируют наши практики. Лучшая практика и наши дороги. Почти 10,5 миллиардов рублей вложено в развитие и реконструкцию транспортной сети региона. В планах сделать четырехполоску от областного центра до Тобольска и Заводуковска, в этом году замкнется Тюменская кольцевая и откроется движение. Особо я бы обратила внимание на строительство дорог внутри города Тюмени, развязок, которые буквально на глазах у нас выросли. И школа в Восточном районе, самая большая школа в Тюменской области, и село Тукус, это за болоте, практически далеко отсюда, значит, тоже новая школа построена. За год в регионе выросли и доходы населения, оживился потребительский рынок. Люди снова стали больше покупать. Объем ввода жилья в регионе оказался даже больше запланированного – свыше 1 миллиона 400 тысяч квадратных метров. Один квадратный метр на человека у нас есть. В принципе, там с покупательской способностью мы тоже понимаем, индекс промышленного производства растет. Когда у губернатора молодая команда, когда все построено, тогда вот я предыдущий, вы слышали выступления, да, и садики, и все всегда будут работать. И сейчас главное – сохранить лидирующие позиции региона. 60 жителей области, в том числе 13 детей, уже пострадали от укусов клещей. Они поджидают тюменцев даже на городских газонах. В четверг сотрудники НИИ краевой инфекционной патологии собирали для исследований в Патрушево. Первого клеща поймали уже через минуту, поэтому отдыхать наступающие майские праздники на природе будет, в общем-то, небезопасно. Обработка территорий начнется только когда появится зеленая трава и несколько дней постоит сухая погода. Иначе химвещество не подействует. Самые распространенные виды клещей у нас – это таежный и луговой. Самый опасный, конечно, таежный клещ, потому что он переносчик клещевого энцефалита, боролиоза – это точно. А вот луговой клещ, он обитает в городских биотопах, и он менее опасный. По нашим исследованиям, он не сильно зараженный, а эксодис персуркатус – очень зараженный клещ. Более 150 тысяч детей отдохнут этим летом в оздоровительных лагерях Тюменской области. Из них 33 тысячи – из неблагополучных семей и инвалидов. Такие данные привели на семинарии организаторов детского отдыха. В регионе будут работать более 650 лагерей. Большинство – с дневным пребыванием. К слову, забронировано уже 86% путевок. И в каждом лагере детей по традиции ждет не только большая развлекательная, но и оздоровительная программа. У нас начал работу пилотный проект реабилитационно-восстановительной программы, которая будет многоступенчатой. Начинать мы будем, например, в наших загородных оздоровительных центрах, а продолжать восстановление по направлениям врачей люди смогут в нашем Черноморском районе Республика Крым. Путевки будут предлагаться детям, которые перенесли тяжелые заболевания в 2017 году. Это будут первоочередники. Первый в России музей, полностью посвященный семье императора Николая II, открылся на этой неделе в Тобольске. Он расположен в историческом здании губернаторского дома. С августа 1917 по апрель 1918 Романовы жили там во время ссылки в Сибирь. Еще пять лет назад было принято решение сделать там музей. Ресторвацию уже начали год назад. Тему продолжит Дарья Власова. Исторический момент в музее семьи императора Николая II открыт. Тобольск стал частью императорского маршрута открытия музея «Первый этап национального проекта». Здесь много будет интересных фактов о благочестивой императорской семье, о благотворительных делах великих княжон, императрицы, о новом взгляде на царствование императора Николая II. Площадь музея более 600 квадратных метров, 13 залов. Здесь и столовая, где обедала царская семья, и гостиные, и кабинет. Мемориальные объекты, те, которыми пользовалась императорская семья, за стеклом. Многие экспонаты выглядят как новые. Соусник, салфетка с вензелем Николая II. Дело в том, что мы старались, чтобы всем все понравилось. Мы все отреставрировали. Рюмочка с вензелем Николая II. Дальше мы видим тарелочку с амурами, на которые подавали ягоды цесаревичу. И суповая тарелочка. Еще один объект, который остался с тех времен – лестница. По этим ступеням сто лет назад ходила императорская семья. Тобольск – это была счастливая пора пребывания царской семьи здесь. Ну, хоть и в заключении в ссылке. Но я здесь увидел большой пример для устроения внутренней семейной жизни. Этот музей будет очень полезен, кто хочет создать хорошую семью. А торжественное открытие завершила культурная программа. В церкви во имя святых праведных Захария и Елизаветы выступил хор «Мьюзик Аэтерна» Пермского театра оперы и балета под управлением известного на весь мир дирижера. Теодора Курензиса. На Тюменской набережной идет подготовка к 9 мая. К празднику планируется установить больше мусорных урн и организовать уборку. Сейчас рабочие начищают перила, моют плитку и устанавливают лифт для инвалидов. В преддверии праздника помыли и одну из главных достопримечательностей города – мост влюбленный. В замкнутых контурах не было физически возможности у нас произвести очистку. Мы провели герметизацию стыков. Ну, где-то появились некоторые мелкие дефекты. На сегодняшний день температура уже приближается выше плюс 5 градусов. Сейчас будет немножко солнечная погода. Мы проведем зачистку тех мест, где образовались так называемый налет. Все очистим и выполним опять обработку антигрессионную. Это касается не только перила, а всех дефектов, которые здесь возникли. Мы планируем бы 9 мая полностью это устранить. Акция «Почтовая станция. Спасибо ветеранам» продолжается. В ее рамках участники Великой Отечественной войны получают подарки к майским праздникам. В частности, бытовую технику, посуду, кухонные принадлежности и продукты. Подарочные коробки оформляют ребята из детских садов и школ. В пятницу праздничные посылки получили около ста ветеранов. Кружечка очень красивая, богатая такая у нас. Тапочки. Все, подарок очень хороший. Все нужное. Полотенчика вон какое хорошее. Дай Бог доброго здоровья всем. Не забывайте наш стариков. И еще о подарках. В общественную организацию «Особые дети» поступило 50 компьютеров от Тюмень-Водоканала. После списания их решили передать нуждающимся. Вся техника в хорошем состоянии, в полном комплекте с мышью и клавиатурой. По мнению родителей, это очень важная и нужная помощь. Моему ребенку 11 лет. У него стоит официальный диагноз аутизм. И поэтому ему сложно общаться с людьми напрямую. Поэтому через компьютер ему сделать это намного легче и проще. Раньше записывались у нас, кому необходим компьютер. Тех в первую очередь обзвонили. А теперь будут обращаться, кому надо. Ребятам необходима и другая помощь. К примеру, они нуждаются в инвалидных колясках и слуховых аппаратах. Всю информацию можно найти на сайте. Это была программа частности. В студии работал Иван Стрижов. Смотрите нас в ютубе и на официальном сайте Тюменского времени. Всего доброго и до встречи.